Не так давно в сети появился ролик, на котором видно, как беспилотники «Ланцет-3» поражают гаубицу МСТА-Б, а также радиолокационные комплексы, танк и автомобильную технику противника. После этого стало очевидно — из оружия для локальных ударов дроны «Камикадзе» превратились в инструмент для срыва наступлений, способный в корне менять картину распределения сил на поле боя. Разрабатывают такие БПЛА во многих странах, а потому канал Нью Солдат решил сделать небольшой обзор этих вооружений. Приветствую, мы начинаем. Первый полет дрона «Камикадзе» состоялся в 1989 году в Израиле. Это был БПЛА «Гарпия» — довольно крупный аппарат с максимальной взлетной массой 125 килограммов и дальностью действия до 400 километров. Он был предназначен для борьбы с РЛС-противника и мог выполнять как полностью самостоятельный полет, так и управляться оператором. Если современные барражирующие боеприпасы в большинстве своем одноразовые, то «Гарпия» могла вернуться с задания и совершить посадку. С тех пор прошло 30 с лишним лет, и сегодня многие эксперты констатируют, что современные боевые действия имеют кардинальное отличие от того, чему в наши дни учат в военных училищах по всему миру. Пехота и танки все еще важны, но именно количество артиллерии на том или ином участке способно проломить самую эффективную оборону потенциального противника. Но если с подобным видом вооружения все ясно, то совершенно неожиданно на первый план вышли беспилотники. Может показаться, что со спутников видно абсолютно все, вот только реальность показала, что требуются более точные и менее дорогие средства фиксации. И вот здесь выяснилось, что можно поднять в воздух несколько дронов, которые заметят приближение диверсионных групп задолго до их обнаружения привычными средствами фиксации. Мало того, достаточно засечь скрытно продвигающуюся колонну пехоты в сопровождении бронированной техники, как исход наступления будет предрешен, а противник рассеян. Прорыв удастся локализовать, а личный состав окажется сохранен. И все это небольшие устройства, которые стоят намного дешевле спутников и самолетов-разведчиков. Но если с разведкой все ясно, то удары по позициям в тылу привыкли наносить с помощью крылатых ракет или других реактивных систем залпового огня, способных бить на расстояние свыше 150 километров. Одним из первых применять подобные средства стали американцы. Вот только БПЛА под названием Switchblade пусть и пробивает броню до 600 миллиметров, но способен пролететь не больше 80 километров. Phonix Ghost показал себя еще менее эффективным, ведь при дальности полета до 70 километров он способен причинить видимый ущерб только грузовику, тогда как танк для него остается слишком прочным. И вот здесь на передний план выходит российский «Шахид-129», который был переименован в «Герань-2». На самом деле он — это, по оценкам экспертов, копия очень удачного иранского беспилотника «Шахед». А тот, в свою очередь, гибрид сразу двух самых раскрученных западных ударных беспилотников — американского «Предатора» и израильского «Гермеса». Несмотря на небольшие габариты, у дрона внушительные тактико-технические характеристики. Заглянем в паспорт модификации «Герань-2». Длина — 3,5 метра. Размах крыла — 2,5 метра. Дальность полета — 1800-2500 километров. Высота полета — от 60 до 4000 метров. Вес — 200 килограммов. Вес боеприпаса — 50 килограммов. Скорость — 150-180 километров в час. Продолжительность барражирования — 10-12 часов. Контейнеры с такими дронами легко размещаются на грузовиках, железнодорожных платформах и кораблях. Мощностью двигателя — 50 лошадиных сил. «Герань» может атаковать цель из стаи по 5-6 дронов. Друзья, как вы считаете, насколько полезна эта функция? Своими мыслями по этому поводу делитесь в комментариях под видео. Спецы считают, что высокая точность ударов «Герани» связана с ее очень эффективной системой самонаведения. Эта фишка держится в строгом секрете, а разгадать ее пока невозможно, потому что дрон «Камикадзе» взрывается вместе с этой системой. Близнец «Герани» иранский «Шахет» показал свою эффективность при обходе американских систем ПВО в Саудовской Аравии во время успешной атаки повстанцев-хуситов на нефтяные заводы. Тогда с «Шахедами» не могли справиться даже системы «Петриот», поставленные США. После той атаки репутация последних была подорвана так, что многие страны, желавшие купить их, отказались от контрактов. Дрон «Камикадзе», откровенно претендующий на роль младшего брата «Шахида» — это куб БЛА. Он представляет собой ударный, малоразмерный летательный аппарат. Это современное интеллектуальное высокоточное оружие. Компания Zala Aero, которая входит в концерн калашников, впервые представила его в 2019 году на международной выставке IDEX-2019 в Арабских Эмиратах. Куб предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он может наводиться по координатам или в ручном режиме с использованием видеоканала и системы наведения. Кроме того, видеоканал может быть использован для разведки перед тем, как нанести удар фугасной боевой частью. Куб имеет сравнительно небольшие габариты — 1210 на 950 на 165 миллиметров. Беспилотник может находиться в воздухе порядка 30 минут. Скорость дрона составляет 80-130 километров в час. Как сообщает концерн, среди достоинств аппарата скрытый запуск, высокая точность, а также бесшумность и простота в обращении. Аппарат выполнен по схеме «летающее крыло». В хвостовой части расположен толкающий воздушный винт, который приводится в движение электромоторов. После запуска беспилотник способен баражировать в воздухе, к примеру, ожидая, пока цель выйдет из укрытия. Затем дрон атакует вертикальным пикированием. Таким образом, аппарат может поражать даже танки, пробивая башню. По некоторым данным, модификация Куб-Э обладает и другими способностями. К примеру, может спускаться на парашюте и взрываться, когда к нему подойдет противник. Кроме того, при необходимости дрон может самоликвидироваться. Среди других достоинств — сложность его обнаружения и уничтожения современными средствами ПВО. Дело в том, что дроны-камикадзе не только имеют малые габариты, но и изготавливаются из материалов, которые не отражают радиосигнал. Плюс двигаются бесшумно. Разумеется, стоимость баражирующего снаряда на порядок ниже беспилотников многоразового использования. Впервые Куб был применен в военном конфликте в Сирии. К слову, там же, но в 2021 году проходил испытание еще один российский беспилотник «Ланцет-3». Этот БПЛА относится к категории так называемых дронов-камикадзе, способных провести разведку местности, обнаружить цель, атаковать и уничтожить ее. Причем, возможно, как автономная работа беспилотника, так и его управление оператором через телевизионный канал связи. «Ланцет» относится к тактическим БПЛА. Дальность его применения, в зависимости от модификации и использованных модулей, колеблется в пределах 40-70 км. При этом он может находиться в воздухе от 40 до 60 минут на скорости 80-110 км в час. То есть в некоторых случаях он может добраться до заданного района и еще 15-20 минут барражировать в воздухе в поисках подходящей цели. Вишенкой на торте и огромной проблемой для противника является то, что «Ланцет» имеет электрический двигатель. А он даже не в разы, а в десятки раз тише, чем двигатель внутреннего сгорания. То есть противник часто не замечает подлетающий дрон, а если и замечает, то визуально на относительно небольшой дистанции. Лайк ему за эту особенность. Обязательно смело ставим его ролику. По этой же причине «Ланцет» невозможно сбить с помощью ПЗРК. Он банально почти не излучает тепла, а значит головки самонаведения стингера или иглы практически не на что наводиться. Х-образное оперение дрона обеспечивает ему лучшую маневренность, а значит более высокую точность. В некоторых случаях «Ланцет» способен разгоняться до скорости 300 км в час. Такое ускорение необходимо только на ударном участке, когда дрон уже непосредственно атакует цель. Оно же позволяет ему в некоторых случаях атаковать вражеские вертолеты и дроны, в том числе широко разрекламированные «Байрактары». Скорости «Ланцету» достаточно, поэтому в случае обнаружения БПЛА противника оператором он почти наверняка будет настигнут и сбит. Добавим к этому, что модульная система позволяет оснастить «Ланцет» как обычной камерой, так и инфракрасной. Кроме того, он может наводиться по лазерному лучу или используя газоанализатор или радиометр. В общем, мы имеем очень эффективный БПЛА тактического звена, способный днем и ночью кошмарить противника как непосредственно на линии боевого соприкосновения, так и в оперативной глубине его построения. Это без преувеличения весьма продвинутый технологический, но относительно недорогой барражирующий боеприпас, который был разработан и доведен до серийного производства силами российского ВПК. В свою очередь в США разработали тактические дроны «Камикадзе» Switchblade 300 и Switchblade 600. Младшую модель весом 2,7 кг можно переносить в рюкзаке. Аппарат с дальностью 10 км позволяет поражать живую силу противника. Если дрон не нашел цель, оператор может прервать полет и вернуть БПЛА к точке старта. Также существуют специализированные дроны «Камикадзе». В ноябре Тайвань представил беспилотник Чин Шиан. Аппарат с дальностью до 1000 км может поражать радиолокационные станции. Еще один пример специализированного дрона «Камикадзе» – израильский «Ланиус». Разработанный на основе гоночных БПЛА, барражирующий припас предназначен для работы в зданиях и тоннелях. «Ланиус» получил ядро на основе искусственного интеллекта, которое позволяет ему классифицировать цель. Аппарат можно запускать вручную или с мультикоптера-носителя. Между тем, на некоторые дроны можно установить снайперскую винтовку, пулемет и даже гранатомет с калибром до 40 мм. Например, ударный беспилотник «Тикат». По словам создателей, он сможет выполнить задачу, даже если в него будут стрелять из винтовки с земли. Дрон оснащен специальным подвесом, который позволяет нейтрализовать отдачу. Конечно, таким аппаратом управляет человек. В Китае специалисты разработали целый комплекс для запуска беспилотников, который так и назвали «Сворм», что в переводе означает «Рой». С помощью такого комплекса можно одновременно запустить «Рой» из 48 беспилотных летательных аппаратов. Они могут использоваться как для разведки, так и для нанесения ударов по целям. Эти дроны разгоняются до 160 км в час и могут непрерывно находиться в воздухе до двух часов. Кстати, использование одновременно нескольких беспилотников осложняет работы тем, кто задумает их сбить. Впрочем, это еще сложнее, когда речь идет о миниатюрных БПЛА. О них вы можете узнать из видео «Самые маленькие военные дроны», большие проблемы на поле боя. Ссылка на него уже ждет вас в описании к этому ролику. На этом все. До связи.